покупки домофонной компании это было задолго до того как это стало мейнстримом мы приобрели компанию интегрировали и и потом на базе этой домофонной компании мы получили лицензии мчс и начали оказывать услуги пожарной сигнализации добавили сюда домофонии еще система контроля доступа это всевозможные шлагбаумы ворота очевидно до идея что если ты контролируешь там каким-то образом умеешь работать с кудом домофон частный случай с куда вот то упадается с помощью этого привлекать пора повышать процент проникновения на объекте до удается это была небольшая охранная небольшое охранное предприятие которое насчитывало ну дай бог два три десятка клиентов не больше в текущий момент давай так на только пультовой охраны у нас порядка тысячи клиентов а физические лица что хотят то есть для них сам факт охраны не так важен как важен функционал понимание что у тебя открылась дверь входная возможность посмотреть кто зашел и несколько функций таких как затопление его дома и затопление ну тобой других вот то что называется да ты здесь прав и вот в этом направлении мы копаем по видеонаблюдению но как я и говорил делим на 2 2 сегмента это заказчики основные объемы это маржинальности это управляющей компании запрос на услугу видеонаблюдения в мкд очень большой мы смотрим тоже вперед в будущее и платформа флюсоник который мы выбрали она позволяет произвести но давай так небольшие возможности по видео аналитики предоставить там есть такие возможности и в принципе они пока закрывают порядка 80 85 процентов всех потребностей которые предъявляет физическое лицо либо ну там небольшой офис здрасте дорогие друзья для площадки нагру берем интервью с операторами на тему моя любимая тема диверсификация провайдера привык жить с одной услуги после интернета интернет пустили и вот он выходит на параллельно смежные рынки то есть пытается получить еще какой-то денежный доход то же самое абонент базу монетизировать идея красивая но будто я по своему опыту могу сказать что там очень много подобных камней вот ну и соответственно не так много и успехов и интереснее опыт людей в отрасли которые как ты результат в этом добились и продолжают в этом про не двигаться вот антон черкашин это руководитель ориона семь городов больше статей моментов уже девять уже девять уже девять до городов и мы за 200 уже переплюнули так ну все погнали доброго доброго как грится рад вас всех видеть всех кто присоединится посмотрит послушает ну один диверсификации но прежде всего давай начнем с того что оператор связи не должен себя каким-то образом искусственно ограничивать очень много встречаю операторов на тех территориях где мы работаем где мы провели сделки м на что оператор замкнул сам себя даже будучи оператором даже будучи успешным замкнулся на какой-то территории будь то какой-то микрорайон будь то какой-то город он его достроил либо не достроил но у него все хорошо все в комфорте в этот момент все вот прежде всего оператор связи который стремится к диверсификации он должен не ограничивать себя каким-то какими-то рамками то есть закончился город начиная частный сектор закончился частный сектор и и в поселке закончились поселки иди в другие города делай что-нибудь главное не останавливайся и но вот как раз наша история а тут россия в режим диалога я буду добивать не все-таки не журналист а этот самый я евангелист внешне другая работа смотри и я вот на себя налетел как то есть в какой-то момент мы там буду расстроили строй а потом вошли в зону что стройка становится контрпродуктивным если там застраиваешь территорию а у тебя там абонентов нет ты стоишь на заморозил деньги почему почему мы перестали строиться и я должна не знаю а сметой я рассказываю потому что остальные мертвый капитал в пустой стройке вот и я к тому что те кто тоже остановился нежный строится не потому что не умеют строиться а потому что они не умеют вытаскивать у баня пос территории возможно в текущий момент но вот у нас девятый город тремя городами мы добавились год назад у нас там активная была осень двадцатого года две сделки покупки было это минусинский зеленогорский в железногорск мы вышли самостоятельно и давайте так все города которые у нас есть так или иначе качают да есть проблемные но на проблемный город ты держишь больше фокуса и там через некоторое время он ты находишь суть проблемы ее решаешь и после этого переходишь к другому городу вопрос главное не застаиваться то что у тебя где-то что-то не получилось где-то что-то не пошло это означает о том что либо ты туда зашел со старыми инструментами которые не работают на этой территории бывает такое либо ты не подобрал к этой территории необходимы там тариф необходимую ну что-то ты не подобрал но что-то значит не доделал давай в теме интервью то есть параллельно смежные рынки то есть жадность до денег и освоение но это прям понятно соответственно вот ключевой момент не замыкайте себя если есть возможность развивайтесь параллельные рынки оде и диверсификации наш учредитель собственник наш как грится лидер наш главнокомандующий задал темп еще наверно семь восемь лет назад тогда были у него идеи о покупке ну и идеи превратились жизни у покупки домофонной компании это было задолго до того как это стало мейнстримом мы приобрели компанию интегрировали ее но давайте так не полностью но интегрировали в группу компаний потом на базе этой домофонной компании мы получили лицензии мчс и начали оказывать услуги пожарной сигнализации добавили сюда домофоне еще система контроля доступа это всевозможные шлагбаумы ворота вот все что как говорится является автоматическим запирающим устройством все это мы обслуживаем все это мы загоняем сразу вопрос да вот насколько удается конвертировать как бы рынок скут в рынок шпд ну то есть очевидно до идея что если ты контролируешь там каким-то образом умеешь работать с кудом домофон частный случай скуда вот то у подается с помощью этого привлекать пора повышать процент проникновения на объекте до удается в текущий момент когда естественно сделав там 100 200 подъездов ты не увидишь какого-то эффекта но когда количество подъездов у тебя там и перевалит за две с половиной за три тысячи вот тогда ты начнешь ощущать тот результат синергию вот этого маркетинга синергию того что начинают сравнивать какого-то конкурента и тебя и ты начинаешь выигрывать именно за счет домофонии и когда человек начинает принимать решение о подключении о выборе какого-то оператора не исходя из характеристик скорости и цены а исходя из наличия дополнительной услуги вот тогда ты понимаешь текущий момент отрыв по домам где у нас смонтирована наша услуга домофон 20 мы видим от полутора до трех до пяти процентов то есть если мы берем соседний дом такой же аналогичный там процент проникновения на уровне 25 30 процентов то соседний дом там процент проникновения со смонтированной услугой в течение там полугода дойдет до тридцати пяти сорока процентов и это уже как бы это шутиму да это давайте так этого результата монтаж и это самотек это без за активных продаж в текущий момент и так и так было сделано но активные продажи в текущий момент не совсем работают так как нам бы хотелось в большей части это пассивный маркетинг это листовки это реклама это прозвон телемаркетинг предложение телемаркетинг все-таки уже активное действие но телемаркетинг мы его считаем таким активным но ленивым действием то есть когда мы взяли прозвонили в большей части мы стараемся не тратить этот дорогой ресурс на эту услугу мы человеку там где мы смонтировали новую услугу домофонию мы присылаем смс q2 смски присылаем первую мы присылаем о том что на вашем доме услуга смонтирована а вторая смс к идет мы его подключаем к общей группе где вайбере где мы рекламируем нашу услугу соответственно в течение двух недель с момента того как мы дом подключили моего моему сообщим что есть новая услуга и можно подключиться вот так и 2 на через неделю моему мы его пригласим в группу где эту услугу мы обсуждаем уже просто дурацкий вопрос а у вас вообще именно люди кто занимается обходами квартир есть в клиенте есть просто чего вы их на домофоны не натравить давай так как бы не было логично это все правильно размял маркетингом раз два три уже собрал несколько висячие плоды после этого уже прошелся активными обходами еще дело на что давай так я извиняюсь просто только что закончили школе операторов интенсив по построению делов прямых продаж там это красной нитью проходит что есть к слой абонентов которых ты не возьмешь другим способом кроме как активными продажами есть этот вопрос и это большая проблема которую я до сих пор не решил к сожалению наши активные продажи на наших рынках в наших городах и мне интересно продавать услугу домофон 20 ну вот нашу услугу домофон 20 им проще продать интернет им проще продать пакет получить за это вознаграждение чем продавать что-то новое на этом мы боремся слушай вот как раз мы к вопросу о диверсификация ну вот если с управленческой точки зрения то есть одна из про то что я лично налетел вот типа как светлая идея но вот то что я налетел мне классные были силы битубичные которые там очень хорошо умели продавать интернет но я им говорю а давайте там еще виртуально отэски там продавать они таким и короче говоря с очень эффективно силу в поток практически не было на доп услуги и вот и сейчас только уже тему поднял то есть у тебя есть силы которые научились продавать интернет и они не хотят продавать учиться новому скилу продавать домофоню я правильно услышал себе да да это боль почему потому что продают у нас школьники студенты их задача с минимальными затратами максимальную прибыль получить в текущий момент они отработали технологию продаж интернета пакета там у них все четко там заходишь то 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 с домофоном вот здесь для них проблема но фай так я конечно сейчас говорю о том что есть проблема но с другой стороны я смотрю отчет 250 услуг по новые услуги они нам продали я конечно понимаю что это мелочь по сравнению с тем что но с какой какой жилой фонд мы смонтировали мать смонтированной емкости но тем не менее потихоньку помаленьку они раскачиваются в этом направлении моим гаечки закручиваем мотивацию на домофон 20 на наши услуги мы акцентируем и начинаем ее акцентировать там не только о там с уровня менеджеров мы начинаем уже давить и на супервайзеров и на ропов и в принципе здесь вопрос времени когда мы гайки на самом деле согласен что пока мы пока при запуске услуги можете не стоит поддавливать и есть то что кривая освоение рынка и на нижней части не надо заниматься активными продажами потому что надо тех технологии отладить бизнес-процессы отладить вот а уже по когда у тебя уже все прямо работает хорошо тогда можно поддавить активным продажей тут ключевой момент какой аргумент со стороны отдела продаж в том что услуга запущена точно нету повсеместного покрытия то есть они выезжают в какой-то дом на какой-то объект сегодня там есть услуга завтра ее нет выезжаю допустим бригадой деле там 5-10 домов из этих 50 домов там только в одном будет услуга домофон 2 надо ну смотри короче у нас по сейчас просто будет в школе операторов большой интенсив по этим самым полным домофоном опять мы там следующую итерацию запускаем просто тема хорошая я бы не хотел отдельно остановиться потому что мы просто на тему очень много будем сейчас говорить вот следующий вопрос такой вообще я помню что у вас там орион это фундаментальное отличие как культ на уровне генетического кода компании от других организаций то что он изначально был холдингом как я помню у вас там была изначально охранная структура в портфеле а потом уже там появился провайдер как все это происходило именно что эта группа компания орион они именно люди ребята которые собрались и научились продавать интернет не изначально это был интернет и уже потом к интернету добавлялись дополнительные около интернета сервисы которые ну как бы провайдер будучи провайдер с выстроенной структурой у которого есть отдел продаж технические специалисты грамотные управленцы мы начали осваивать дополнительные сегменты в которых конкуренция и уровень развития бизнеса намного слабее чем мы и а вы посудили готовый бизнес охраны или вы его создали с нуля это была небольшая охранная небольшое охранное предприятие которое насчитывало ну дай бог два три десятка клиентов не больше в текущий момент давай так на только пультовой охраны у нас порядка тысячи клиентов это не считая физической и постовой а это заказчики юрлица в основном в основном юрлица но мы сейчас пытаемся выйти на в сегмент физических лиц но там есть большие метаморфозы потому что многие люди уже перестали хранить какие-то ценные вещи в домах и вопрос сохранности их жилища их дома он потерял свою актуальность потому что тот же телефон сейчас красть бесполезно он как бы кирпич без владельца деньги деньги все на счетах там техника телевизоры ну что с ним можно сделать в общем ценности в квартире не осталось но некий запрос нишевой на эти услуги охраны есть вопрос насколько мы можем сократить затраты удешевить и время реакции сократить на вызов помощи со стороны клиента я честно говоря вот могу по поводу охраны сказать что по моему я по физикам вообще бы не лез ну и не замуж частном секторе другая ситуация но не понимаю а основной примене это биту битуби потому что у тебя на самом деле по опыту фактически чуть ли не главный вопрос бизнес-центрах ну такой тип способ привести ну там привлекать клиентов бороться с конкурентами это как бы договориться охранником чтобы он говорил о новых этих самых клиентов но поскольку договориться охранниками сюда получается проще свою охрану здесь не соглашусь с тобой на сегмент битуби мы отрабатываем и видим там перспективу но есть не закрытый незакрытые потребности физических лиц физические лица что хотят то есть для них сам факт охраны не так важен как важен функционал понимание что у тебя открылась дверь входная возможность посмотреть кто зашел и несколько функций таких как затопление его дома и затопление ну тобой других вот то что называется да ты здесь прав и вот в этом направлении мы копаем то есть так называемый нестандартная функция охраны про которую мы говорим что вот там дверь открылась и мы должны гбр выслать нет в текущий момент от жильца ну от собственника квартиры от сигнализировать о том что у него дверь открыта и дать ему возможность посмотреть а кто же там все-таки зашел если это свои то ну как бы не стоит беспокоиться и плюс возможности так называемых возможности сохранения своего жилища в целости и сохранности про пожарную забыл сигнализацию сообщение о пожаре сообщение о потопе как тебя так и ты ну то есть вот вопрос понимания того что тебя топит нужно спасать свое как бы имущество и вопрос того что ты топишь тут вопрос нужно но реагировать намного оперативнее потому что ну как бы ты можешь стать виновником причиненного ущерба у нас был случай когда у ребят бассейн стек с 20 этажа а это был элитка 20 до 1 все это печаль слушай но это самое а у вас это ну на уровне мысли или уже есть реальную ну скажем так продажи сделки как давай так с физиками мы сейчас ищем несколько технических решений которые бы могли быть интегрированы уже на готовые на готовый жилой фонд я просто почему говорю интересно бы как он школе оператор круглый стул на эту тему провести потому что я знаю ребята вот power нет например похожие вещи делают еще томить кто-то я поискал бы провайдеров кто на тему ищет решение и как бы сделать такой круглый стул чувачек как сделаем не вопрос я готов поучаствовать по присутствовать потому что но несколько решений мы технических протестировали есть минусы есть какие-то собственные соображения есть наработки и как бы мы готовы очень это самое вот на нагру был очень хороший эфир я это самое делал понимать обзор перед новым годом это в новостройках там ребята какие-то наговские партнеры я я не был ведущим я просто мне очень понравился я его сделаю описание там короче прям платформа для того чтобы интеграция там всего информатизации здания там с куда видеонаблюдения датчиков вот этих найдены на лоровской платформе видел этот эфир нет нет я пришлю я пришлю я потом пришлю ссылку буду тебе благодарен в статью еще раз в эту а под монтируем ссылку там прямо мне очень понравилось это вменяемые совершенно цены называли это наговские ребята вот ну еще есть какие-то штуки я просто надо посмотреть у кого что есть и что-то на тему же поэкспериментировать по камере в элитках это в новостройках должно работать хорошо а вообще новостройки как это самое у вас такой сегмент нормально развит но давай так побоюсь глазить но мы одни из лидеров новостройках на красноярск ну молодцы супер хорошо так а что у нас еще спешу по видеонаблюдению по видеонаблюдению но как я и говорил делим на 2 2 сегмента это заказчики основные объемы это маржинальности это управляющей компании запрос на услугу видеонаблюдения в мкд очень большой и ну основные проекты у нас реализовываются именно в этом направлении то есть есть определенная сумма денежных средств есть определенное пожелание со стороны собственников мы предлагаем разрабатываем проект согласовываем монтируем получаем за это денежку плюс как бы сама цель не заработать на монтаже сама цель заработать на техническом обслуживании ну и подписывание на ежемесячный платеж за техническое обслуживание то есть это предоставление сервиса в части технического обеспечения работоспособности всей системы а заказчиком является тс же тс же управляющая компания да а то есть управляющая компания за это просто деньги берут жильцов да да это а я просто в москве как бы этой истории но она закрыта московским правительством а это делается у вас на уровне как бы ему прочь компании не на уровне города нет но на уровне города у нас безопасный город заканчивается на уровне дорог каких-то перекрестков не более того а вообще в принципе вот бетужишные проекты есть на смысле с гора с городами в текущий момент у нас в сибири это не сильно развито к сожалению либо это все забирается на уровень ростелекома либо все это дело но не так масштабно как же они обязаны тендер проводить то есть если у вас есть там свой человек он как бы а мы цели там совсем другие то есть цели там заработать именно на монтаже к сожалению это не наш формат бизнеса то есть мы зарабатываем на давай так на ежемесячных платежах на обслуживание предоставление услуг это вот наша парадигма то есть от монтажных работ от разовых платежей мы не стесняемся не боимся но основная основная цель бизнеса это ежемесячный платеж абонентская плата так видеонаблюдение второй сегмент да второй сегмент второе направление по видеонаблюдению это облачное видеонаблюдение и здесь мы ориентируемся уже на физических и юридических лиц непосредственно конечных потребителей которые берут камеры устанавливают и становятся там потребителями этой услуги то есть они могут являться как нашими клиентами так и не являться нашими клиентами как смонтировать эту сеть но сеть видеонаблюдения на нашей сети так и на любом другом конкуренте главное чтобы был выход интернет а облако тир решение давать так решение флюсоника интерес хорошо следующий вопрос ну как бы вернее поэтому там основная беда вот с кем я разговариваю с оператором то что и все налетают продавцы то есть по поводу облачного видеонаблюдения у клиента вопрос типа а чем это лучше китайского видеорегистратора с доступом в интернет которых сейчас там они очень дешевые массовые так далее во первых чем если мы говорим про конечника то есть нет необходимости ему заморачиваться на видеорегистратор то есть он поставил камеру дал ей интернет и она уже пишет в облако и у него есть приложение в котором все это будет доступно видеорегистратор что такое видеорегистратор видеорегистратор это но по сути тот же мини компьютер который где-то стоит работает он или не работает пишет он или не пишет клиент узнает только тогда когда он обратится за записью текущий момент если мы говорим про нашу услугу облачного видеонаблюдения первое мы резервируемся и задачи по сохранению архива они лежат на нас точно так же как и по камере то есть иногда бывает такая такая ситуация когда камера отключилась камера не пишет зависла мы об этом узнаем и в большей части сообщим клиенту что клиент у тебя есть проблема обрати внимание что он узнает о том что у него проблема с камерой не тогда когда он обратится за записью и и не увидит а он обратил обратит внимание когда с ней что-то случилось и сможет оперативно принять решение плюс как бы мы смотрим тоже вперед в будущее и платформа флюсоник который мы выбрали она позволяет произвести но давай так небольшие возможности по видео аналитики предоставить там есть такие возможности и в принципе они закрывают порядка 80 85 процентов всех потребностей которые предъявляет физическое лицо либо ну там небольшой офис слушай ну там у них есть распознавание лиц распознавание номеров собственно говоря самая самая крутая фишка которая есть во флюсоники которая будет востребована всеми там клиентами это мозаика мозаика это что но когда ты на экране своего там смартфона планшета либо еще чего то можешь выстроить несколько одновременных потоков с нескольких камер ситуационный центр смартфона по сути как бы я видел ситуацию решения этого вопроса то есть сидит стандартный охранник у него ничего кроме телефона нет и лежит стандартный телефон и он согласно этого телефона там наблюдает за шестью камерами да в случае необходимости он нажимает пальцем на нужную камеру она у него открывает свой весь экран и и он все наблюдает интересно да то есть решение в данном случае с планшетом самое главное он не привязан он этот телефон он этот планшет может взять на обход по территории скажи такую вещь а вот с точки зрения именно продаж вот видеонаблюдения вы когда продаете какие каналы первое как вы это пиарите давай так это голосом это нашими менеджерами активных продаж это сотрудниками абонентского отдела это буклетами это ну контекстная реклама которая у нас есть digital реклама это телемаркетинг ну то есть все стандартные средства которые есть на которые мы делаем в соцсетях главного гантин такой в соцсетях по видеонаблюдению пока нет и вот просто ты то что все перечислил это как бы сейчас я сформулирую смотри там какая история при продвижении инновационных услуг вот первая фаза это сначала надо продать идею вот то есть человек не будет пользоваться контекстом значит пока до тех пор пока у него не сформировался запрос ну то не задать вопрос там видеонаблюдение красноярском купить на нулевой фазе контекст не работает дальше активные продажи то есть по факту силы очень редко умеют продавать людям которые не заинтересованы в принципе они могут отработать если человек в принципе заинтересованного как бы дну сдвинуть сторону сделки то есть вялые интересы довести до этого самого но именно продать чтобы продать идею фактически единственно реальный основной канал в соцсети я тебе здесь готов лица апеллировать и оппонировать я понял о чем ты спрашиваешь так скажу нам помогает в этом очень активно ростелеком он примерно да он примерно год назад запустил агрессивную рекламу видеонаблюдения были была реклама в телевизорах была реклама на радио была реклама везде но ключевой момент когда ты обращаешься к менеджерам ростелеком а они ничего не знают про эту услугу и ничего сказать не могут то без что произошло в интерес был со стороны клиентов возбужден их заинтересовало и дальше они начали искать у нас тоже такой случай был на заре когда еще там деревья были большими короче интернет продавался какие-то конские деньги совершенно и тут стрим выходят но мгтс . ру с темой значит 1 мегабит за 30 типа 1 гигабайт что ли за 30 я забыл же цифру чем за 30 за дешевые деньги много интернета вот идти бы вместо ну это конец нам все нам крышка реклама там они фото пили а потом они безлимит еще то степане там самый дешевый по 1 мегабит за 30 долларов что такое было вот уже мы с готовились типа думали типа куда увольняться типа что делать дальше тут пошел вал подключений наши люди не поняли о чем идет речь а на что объявление висят на подъездах интернет цены такие же и типа позвонили по первым попавшемуся выгребли спрос я четко понимаю что конкурировать нам в контексте в рекламе там федерального уровня с ростелекомом бесполезно но с другой стороны их подход к реализации их же продаж но страдает и мы этим эффективно пользуем да нет прекрасно пускай так и будет но то есть бодаться с ним в части контекста контекста когда они там выставляют миллиардные тендера на оказание услуг но мы не можем но с другой стороны в контексте я согласен я почему про не говорю про соцсети вот мне в этом смысле нравится интерсвязь их политика ну там просто соленый на тему разговаривали даже интервью брала они прямо со всех стволов по у них там ночью все время нативку пропускают по соцсетям своих продуктов ну там много продуктов в данном случае это наше упущение не используем этот канал но мы его закроем и устраним это упущение я думаю просто 100 года да я почему к этому пришел на марафоне по 5 вид разбирали этот вопрос что ну типа чем мы можем сделать по большому счету если у человеку надо продать идею то есть но в нем как бы в принципе идею затаскивать а как еще мы можем это сделать бесплатно кроме как через соцсети так тихо вконтакт туда-сюда люди смотрят если делать хоть какой-то контент туда пропускать там раз в неделю так с 20 касания уже можно и звонить вот поэтому ну в общем прямо интересно вот это бишь упущение интересно будет как все еще бы раз будем разговаривать типа чем кончилось хорошо обязательно сообщим многосерийная история ну хорошо слушай я почему про это опять же заговорил вот с точки зрения именно продаж почему я на этом так сакцентировался вот лично мой опыт я сейчас вот ну в ринетовский да там расскажу значит на что мы с чем мы столкнулись то есть мы например продаем ну карпам видеонаблюдения вот и выясняется такая вещь что то есть во первых у многих уже есть ну то есть мы же при подключении в основном то есть мы подключаем нового как у клиента у него уже есть это наблюдение конечно нужно у меня есть на уже не будет менять систему там то есть ради этого значит тех у кого нет и мы это в принципе они не понимают зачем им essentials потому что видеонаблюдение восприимать века охранная технология и она не бы справиться как технологии управления бизнесом Почему, собственно, я там стал интересоваться по-серьезному видеоаналитикой? Именно поэтому. Вот. И кейсы такие разбирал, и стартапы искал, связанные с видеоаналитикой под B2B. Вот. Но дальше, опять же, когда мы стали на эту тему, пошли в рынок, выяснилось, что против менталитета перейти очень тяжело. То есть, когда люди, ты к ним приходишь с какой-то идеей, технологией, ну, они смотрят как на инопланетянина. Они не понимают вообще, что ты им говоришь. Вот. Потому что надо все клиенту рассказывать на языке его бизнеса. То есть, не просто там видеоаналитика, допустим, а вот как конкретно для таких магазинов, типа, как у вас, видеоаналитик помогает решить какие вопросы. И прямо вот надо показывать это дело. И выяснится, что это очень, ну, такой довольно сложный, там, это много маркетинговой работы, много сложной работы по производству контента. И мы, короче, это дело, по сути, не осилили. Я хочу в школе операторов собрать какую-то коллаборацию, там, каких-то, ну, провайдеров, которым интересно продвигать стартапы B2B и именно качать маркетинг на эту тему. Потому что я прям понимаю, что сейл, ну, прям, как бы, все равно наш промо-продажник, он может продать, если люди, в принципе, у него решены фундаментальные вопросы. То есть человек понимает, что это, и нафига ему это нужно. Тогда сейл может, как бы, ну, продвинуться. Просто если есть гениальные сейлы, которые, по сути, выполнят работу маркетолога, ну, как бы, они сами могут этот цикл протащить. Вот. Но обычный сейл, ну, обычная сейлова пехота, они так не умеют. Они просто ищут, где есть нереализованный спрос. Ну. Ну, давай так. Массовые продажи, да, в большинстве идут вот именно по пути наименьшего сопротивления. Но есть и с каждым днем, давай так, появляются кейсы, которые интересные. Ну, там, из моих могу привезти, там, ресторан-грильница. Там они тоже достаточно серьезно подходят к вопросу, там, видеонаблюдения по части мониторингу количества людей, там, в очереди, либо еще где-то. То есть как-то они там анализируют. Потому что требования по видеонаблюдению у них там серьезные. То есть камеры на столы, количество там посетителей, сидящих, стоящих, ожидающих. То есть там, как близко они стоят. То есть они, по крайней мере, задумываются. Понятно, что всегда технологии при продвижении, востребованные адептами, они их продвигают. Да, продвигают. И только потом будет спрос. Вот главное оказаться вот на острие вот этого. Да, на острие всего этого дела, чтобы быть первым. Потому что тот, кто оказался рядом, тот, кто оказался первым и собирает всю, по сути, малину. Ну, в общем, те, кто досматривает до этого места, по крайней мере, я призываю там, если кто-то именно горит вопросами продажи всяких штук в B2B, прямо напишите мне там в Телеграмму. Собираем сейчас группу провайдеров, которым этот вопрос интересен. И будем совместно проводить эксперимент. Просто я извиняю, там в школе операторов есть вещи, которые мы очень хорошо освоили. Там прямые продажи, колл-центровые и так далее. А есть вещи, где нам самим хочется наработать экспертизу. И, в общем, ищем людей, кто тоже хочет развиваться. Вот, хорошо. Ну, и почему я про это заговорил, опять же. Тоже характерная проблема, ну, не проблема, а ситуация с провайдерами. То, что в B2B, ну, за проделами МКАД, там, не особо, как бы, ну, на него смотрят. То есть, характерный там провайдер, это, не знаю, там, 30 тысяч физиков и, допустим, там, 500 карпов или 300, там, что-то такое. И причем карпы такие, ну, СОХО. А, ну, я сейчас про большую часть именно в штуках провайдеров. Вот, и делать серьезные какие-то трепыхания на тему B2B, вот, может, позволить себе это крупный оператор, ну, типа вас. Ну, я бы не сказал, мы же тоже были не сразу крупными, но доля выручки от юрлица и физлица у нас там на уровне 18-20%. То есть, 20% всей выручки приходится на B2B. И я тебе так скажу, мы не лидеры. То есть, у нас есть, куда расти и у кого отбирать. Поэтому, как бы, мы на этом остановимся. То есть, B2B вам, в принципе, интересен. Да, да, B2B, ну, 20% по выручке, по телематике они дают. У меня, вернее, все было наоборот. У меня там B2B было раза в три больше, чем B2C. Ну, это специфика территории. Хорошо, так вот, и я все... Возвращаюсь к вопросу B2C. И вот почему меня очень заинтересовала история с этими рубашками, то, что я вкратце напомню, мы там... Это, давай так, будем говорить, но витейвата, потому что я идею, да, парим мы с тобой. Я признаю поражение свое в этом году. Погоди, может, ты что сделаешь с историей. Нет, ну, как бы, там чуть-чуть не все так просто, но я для себя из этого опыта. Есть несколько направлений спорных для оператора связи. Спорных, очень спорных. Но у меня есть не то, что идея, есть мысль и убежденность в том, что чем ближе ты к клиенту находишься, тем ты становишься успешнее и в отношении основного вида бизнеса. То есть вроде не такой однозначный и понятный там вид бизнеса, как услуги там... Так, окей, ты не хочешь называть это самое... Не хочу. Не выжигать малину. Я понял, погоди. Давай тогда я со своей стороны, ну, мой любимый пример проведу, модельный. Значит, мне твой, как бы, пример показался там, ну, я его не понял, то есть почему вообще-то там загорелся. Честно говоря, идея не синергетичная. Ну, вот давайте сейчас скажу то, что, ну, мне более там понятно. Есть такая вещь онлайн-школы. Там есть, допустим, программирование там для подростков, допустим. Вот. Эти все онлайн-школы, они все нуждаются в клиентах. Вот. Они, в принципе, готовы платить, как бы, комиссию серьезную за привлечение клиентов. То есть и, как бы, мамы с подростками – это, ну, такой массовый сегмент. То есть если вы с помощью Digital Instrumentaria понимаете, что у вас есть подростки, а подростка очень легко провайдеру найти, потому что они ходят в Дискорд. Да. Стим и все такое. Да, да, да. То есть ты его видишь через свои, ну, ты, что ты знаешь про, ну, про это домохозяйство? Что, ну, через свои, этот самый, средства мониторинга трафика там, через… Я все знаю про него, по сути. Ты знаешь его телеконтакты родителей и знаешь, что там есть подросток, который очень много торчит в Стиме. Давай так, я знаю… Очевидная вещь – позвонить маме и сказать, что, типа, мы тут вообще… У нас лучше онлайн-школа, ну, школа программирования в Красноярске, а вообще дети обучаются программированию, потом зарабатывают там большие деньги и уезжают, не знаю, там… Конечно, большие деньги зарабатывают. Вы не хотите там путь, чтобы у вас… Ну, там, если у вас есть ребенок, то могу поучиться. Вот. Вот это, мне кажется, прям такой кейс, который жирный. Там чеки гораздо больше, чем на интернете. То есть что на эту тему думаешь? Давай так. Все, что связано с вокруг да около и с использованием тех данных, которые у нас есть, а ведь оператор связи порой знает о семье больше, чем знает об этом каждый член семьи. Он это не систематизирует. Он знает в виде цифры, но не в виде знания. Да, но как бы я знаю, где это можно взять, как это можно выдернуть и что этим можно воспользоваться. Я готов делать все, что нам потенциально может принести деньги и прибыль. Чем бы вот, ну, ты, зная мою историю, понимаешь, что я готов заниматься всем, чем угодно, если это приносит прибыль и приносит развитие группе, там, компаний. Да, да, да. Поэтому очень важно здесь не расплескаться. То есть очень важна синергия, чтобы там не делать часы, трусы и макароны. То есть бизнесы должны быть, ну, комплиментарными друг другу. Согласен. И если есть комплиментарность, и когда у тебя, ну, протаскивание одного продукта усиливает позицию в другом, я почему не нравится история с онлайн-школами, там, есть такое явление «мамские чаты». Оно, на самом деле, чуть ли не единственное вообще у нас в стране массовое явление горизонтальной самоорганизации. Это «мамские чаты». Вот. И, грубо говоря, там какая-нибудь, ну, если там нащупать социальную механику, как какой-то, у тебя есть какой-то онлайн-продукт, который требует толпы подростков, ну, группы подростков, типа. А если мы там зайдем, там, нашим классом втроем, то, типа, у нас уже будет там не 10 тысяч обручения питону, а там 3, там, я, грубо говоря. Вот. Если такие штуки забрасывать, ну, находить каких-то мам, и чтобы они в «мамские чаты» заваливали, это способ перезагрузить, ну, активно, ну, как сказать, сарафанное радио очень сильный. Идеи есть, я готов их обсуждать. Тимур, у меня по времени еще минут 20 примерно где-то. А я, на самом деле, на самом деле, уже у меня ключевую-то мысль сказал. В общем, я, опять же, мы вот обращаемся к провайдерам. Тем, кому интересно развивать какие-то бизнес-направления параллельно, ну, комплементарно своему базовому, тогда обращайтесь и давайте попробуем что-то такое поделать совместно. И, ну, обменяемся опытом и что-то это самое. Да, тут же мы еще... С какой стороны я хотел бы добавить, это программы лояльности. То есть мы, работая в группе компаний, мы четко понимаем маржинальность каждого бизнеса и можем делать кросс-продажи за счет лояльности компании. Ну, то есть зачастую клиенты, которые являются клиентами группы компаний, не знают, что мы единое целое. И зачастую услуги той или иной компании предоставляют с качеством лояльности. То есть человек, я не знаю, пользуется интернетом, мы говорим, вы молодцы, пользуетесь интернетом, есть партнер, давайте качество лояльности, мы вам пожарную сигнализацию будем обслуживать не условно не за полторы тысячи рублей, а за тысячу двести. У вас там экономия такая-то. Он говорит, хорошо, а мы вам еще и скорость увеличим. Еще это в пакет запакуем, и платить нужно будет в одно место по одному счету. И тут человек, наш клиент просто счастлив, говорит, да я вас люблю и обожаю. И это я только по одной услуге сказал. А если в этот пакет запихать несколько услуг, то там просто у клиента появляется некое ощущение того, что он где-то поймал птицу удачи за хвост, получил скидку здесь, получил скидку здесь, еще и кучу удобств. А для нас это консолидация клиента, при том, что по разным услугам. И, что самое главное, ни один конкурент из разных областей не сможет забрать у нас этого клиента, потому что к нему приходит оператор связи, он говорит, ребят, а у меня как бы вот есть специальный пакет, где мне и пожарная сигнализация, и услуги охраны, и оператор связи, который пришел отобрать нашего клиента, говорит, ну, мы не сможем. И точно так же по пожарной сигнализации и по охране приходит конкурент, говорит, мы готовы вам дать вот это, вот это. Говорит, ну, понятно, что вы нам здесь можете сделать дешевле, а у меня интернет от них и услуги охраны. И я, говорит, ни разу они меня не подвели. И здесь у нашего конкурента, который попытался нашего клиента отжать, ну, по сути, нет никаких шансов. Это вопрос сохранения клиентской базы, то, о чем я как-то даже делал доклад на грозе. Это ключевой вопрос. Слушай, ну, я так-то скажу, что по поводу охраны, основной фобии, я просто разговаривал с провайдером на эту тему, они говорят, что, типа, ну, там же есть риски, то есть, вот, окей, ты все здорово, продал контракт на пожарку, ну, вот у них что случилось, там, на ком ответственность. Давай так, это вопрос юристов, это, ну, не прямого эфира, либо кулуарной беседы, либо, там, закрытого какого-то клуба. То есть решение этого вопроса есть? Конечно. Ну, есть страхование ответственности, есть договорные обязательства. Ну, я понял, то есть, есть отработанная система, это просто вкусная, жирная, классная история, ну, как бы, но она содержит риски, которые ты готов делиться, ну, в режиме, мы просто клуб там запускаем. Окей, хорошо. Я, возвращаясь к вопросу еще раз по поводу маркетинга, а я, собственно, как евангелист, это же моя работа, да, там, то есть, что, ну, и вера в то, что продажи идут хорошо, то если ты смог, как бы, ну, в массы, там, занести идеи, когда люди уже, в принципе, понимают, что, что это и зачем это. И почему, ну, вот, почему и соцсети единственный наш инструмент, как бы, где мы можем... Соответственно, у нас мы решаем одновременно две задачи. То есть, когда мы, ну, например, того же, там, IPTV мы разбирали, то есть, если мы делаем разнообразный интересный контент в своих соцсетях вокруг нашей деятельности, то мы увеличиваем количество просто постов, где мы мелькаем в сети, ну, не то, что мы передавливаем одной рекламой, типа, купи, там, допустим, Орион, а мы говорим про, там, про IPTV, про видеонаблюдение, про IOT, про пожарку, вот. То есть, контекст все время разный, там, но в целом общая идея такая, что, типа, это очень серьезная, там, хорошая фирма. И когда, например, какой-нибудь TeleSell звонит, ну, там, по принципу, допустим, возвращения отключенцев, вот, а человек уже размят соцсетями, уже будет разговор не такой, что идите нафиг, а, блин, ну, ладно, там, месяц бесплатный, я готов. Я тебя здесь поддержу, и я сам верю в том, что будущее в диджитализации и уход вот прям туда, под корку, нет ничего действеннее, чем соцсети, чем Instagram, Reels, Facebook. Блин, и главное, что они денег не стоят, серьезно, в отличие от контекста, который... Денег стоит, но не тех, что контекст. Я просто не видел людей, которые были довольно, ну, там, контекстом, поисковым продвижением, то есть, у меня, ну, они, может, и есть, просто мне не стало, ну, не попадались, то есть, может, есть, кто в этом разобрался, вот, но, потому что там какая-то бишная мясорубка, как бы, и федералы какие-то чудовищные деньги вливают, совершенно абсурдные, вот, я не понимаю их, вот, а в соцсетях-то, как бы, работать проще, почему-то этим мало занимаются. Согласен. У вас как с этим? Мы на, давай так, мы на первых ступеньках этого дела, и понимаем о том, что эффект от этого есть, и будем это увеличивать. Ну, то есть, мы чувствуем, что мы на правильном направлении, и туда идем. Работает, скажу так, работает, и работает эффективнее. И да, и надо это дело развивать. Как раз, собственно, ну, то, что вот моя зона интересов, это интеграция маркетинга и продаж. Слушай, мне кажется, я все свои вопросы задал, вот, то есть, тогда последний вопрос. Да. Главный организационный, как бы, вызов при диверсификации. Вот нужно, смотри, нужно здесь четко будет отделить людей, управляющих процессами от людей, занимающихся результатами. Это вот ключевой момент. Шифруй, не понял. Попроще. Люди, которые, давай так, люди, которые принимают решения об организации вот таких вот кросс-продаж, они должны быть абстрагированы от какой-либо конкретной услуги. То есть, ты хочешь сказать, что при запуске у тебя должен быть отдел развития, который проект, проектное подразделение, которое занимается именно этой штукой. Да. И эти выходцы, сотрудники, которые работают там, они не должны быть выходцами из какой-либо конкретной услуги. Если будет лидер команды, либо члены команды с перекосом там в телефонию, в интернет, там в любой другой вид бизнеса, это будет перекос. Это люди должны быть заточены на кросс-продажи. Они четко должны понимать, что их основная эффективность – это продажи общие, а не конкретно какой-то услуги. Если будет перекос, если будет человек, там, приверженец одной или другой услуги, это всегда будет продажа, там, в основном интернета. И как-нибудь мы там продали там охрану, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и не более того. Ты сейчас говоришь еще раз про то, что у тебя отдельный должен быть, по сути, бизнес-процесс кросс-продажи, то есть отдельная сайловая группа, которая умеет продавать все. Не сайловая. Или это ты говоришь про группу при запуску? Я сейчас говорю про управленцев, которые всей этой махиной будут управлять. Будет масса, будет колоссальное сопротивление внутри команды о том, что они там 20 лет, 15 лет продавали интернет, успешно интернет продавали, а тут им вдруг навязали какие-то дополнительные услуги, которые нафиг никому не нужны. И это будет саботаж. И чтобы этот саботаж преодолеть, команда управленцев, которая запускает концепцию кросс-продаж, должна в это верить и не должна быть приверженца в какой-либо услуги. То есть они... Я тебе говорю, что мы с этим очень сильно столкнулись, и на преодоление этого сопротивления у нас ушло от полутора до двух лет. Ну, фактически, так вот сказать, что должны быть какие-то люди, у которых это в приоритете, потому что у линейного сотрудников, у них есть как бы их приоритет на устранение аварии или на выручку, на продажу своего базового продукта, и поэтому им всегда будут руки не доходить до новых историй. Каждый человек будет делать то, что ему проще. То есть ему ставят... Да, то, что ему... А то, что привычнее, то и проще. Ну, да. Соответственно, здесь лидеры, которые запускают все это дело и отвечают на это направление, должны быть вот прям, знаешь, такие вот приверженцы. Приверженцы, приверженцы того, что все должно быть четко, конкретно, и мы должны продавать все и всем. Это люди изнутри компании или со стороны-то набирал? Есть люди изнутри компании, которые четко осознали, что там за счет моно чего-то, ну, вот моноинтернета, монотелефонии не выжить и нужно идти дальше развиваться. Это внутренние их убеждения были, что нам нужны кросс-продажи. И сторонние люди со стороны, у которых нет шор на определении там чего-то, ну, вот конкретно. При том, что большую эффективность и включенность в процесс показывали люди, которые не из рынка твоего. Ну, зато эти как бы интегрируют в свою команду. Окей. Все, спасибо. Очень ценное интервью. Огромное спасибо за то, что делишься опытом. Благодарю. До свидания. Рад тебя видеть.